вы смотрите отзыв об отеле by a day malini этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам ну и раша который был в нем в 2008 году посетили с подругой сицилию с 0 5 по 19 сентября 2008 год тур брали в фирме 300 и были достаточно сильно разочарованы организацией что особенно удивило после многочилинных положительных отзывов а говорить сразу возможности брать машину и осваивать красоты острова самостоятельно у нас нет поэтому полагались на обещанные нам экскурсии ездить мы любим тупое лежание на пляже две недели подряд не наш конек об этом было сообщено представителям туроператора и нам предложили тур 2 побережье неделя в бае до мулини на западе неделя на юге в сиренузы вилуч неподалеку от агриджента причем соблазнили нас пятью бесплатными экскурсиями в итоге лишний раз подтвердилось что скупой платотип дважды но обо всем по порядку вылет 5 часов 09 минут в 21 час 10 минут из внуково рейс был задержан где-то на час лететь в районе четвертых часов прилет в аэропорт палермо встретила нас гид по имени наталья до отеля езды еще около полутора часов отель достаточно маленький несколько корпусов на поселили в новый корпус построенный как нам сказали в прошлом году по сравнению со старым корпусом номера здесь несколько просторнее на окнах стоит сетка защищающая от комаров на которых жаловались жители корпуса старого номер стандартный никаких излишек кондиционер мини бар сейф фен было полной неожиданностью отсутствие балкона а ведь как там приятно посидеть вечерком потягивая вино полотенце меняют ежедневно постельное белье в зависимости от чей вы будешь оставлять ежедневно и белье будут менять ежедневно еда завтраки шведский стол ужины по меню завтрак очень студен разнообразие никакого яйца нарезка ветчина колбаса сыр круассаны практически нет овощей и фруктов правда несколько видов сладких пирогов но на завтрак как-то не то ужин это отдельная песня продолжительность всего действа одна целая пять десятых два часа сначала закуска на выбор мясо или рыба дальше правое опять же на выбор мясо или рабы но мясо или рыбы там может и не быть это либо ризотто рыба либо паста мясо второе уже действительно мясо или рыба в завершении десерт каждый день практически одинаково да вино еще присутствует как оказалось бесплатно пляж песчаный лежаки и зонтики полотенце бесплатно полотенце достанутся если приходить утром после обеда возможно и не хватит море очень мелкая для детей самое она вода чистая прозрачная бирюзового цвета здесь тактеренского и средиземного морей температура воды где-то плюс 28 воздуха за плюс 30 солнце палит нещадно умудрилась сгореть даже под зонтиком чего раньше никогда не случалось так что обязательно берите защитные кремы развлечения их нет за ужином правда что-то вроде намек и на живую музыку все в округе цивилизации нахакай разве что магазин через дорогу неподалеку где-то в часе ходьбы находится д трапани но лучше доехать на автобусе остановка прямо у отеля билет 1,20 рассчитан на 90 минут мы прошлись по набережной виды не из лучших ощущения что попали на помойку неподалеку есть еще городок эрича расхожен на горе высотой 750 метров добраться можно на фуникулёре очень милый уютный маленький городок извилистые узкие каменные улочки не оставят равнодушным никого с высоты открывается очень красивая панорама и здесь можно приобрести сувениры чего нет в трапани так как этот город не считается туристическим зато в трапани можно увидеть сице-илийскую свадьбу очень впечатляющее зрелище ну и напоследок экскурсии как я уже говорила было обещано несколько бесплатных экскурсий здесь их было 3 1 речи сиржеста рассчитана на полдня гид наталья никого не ждет опоздал на полминуты уехали без тебя так что некоторые товарищи остались без экскурсии в дороге наталья за унылным голосом рассказывает историю сицилии слушать ее просто невозможно монотонно с интонацией николая дроздова в итоге в голове ничего не остается сиджеста на высоте 90 ступенек древний храм посещение самостоятельно это называется экскурсия привезли а дальше ходи где хочешь а о том что можно еще театр тех же времен увидеть и для этого надо купить билет на автобус узнали случайно от таких же туристов наталья эту информацию сообщала как-то выборочно почему-то дальше речи все бегом скорее быстрее наталья рассказывает о шопинге где и что можно приобрести кому-то возможно это интересно но складывается ощущение что люди едут сюда лишь за шматками никому не интересны не сами города не архитектура не история сплошной шопинг у наталья это главная тема где бы она ни была дальше перерыв несколько дней наталья занимается группы рестораторов на остальных ей наплевать как будет организовано их время и в два последних дня она организовывает экскурсии одна из них это полерма и монреале и опять на протяжении всей дороги мы слушаем про шопинг где и какие известные марки можно купить полерма мы пробыли 6 часов из которых 4 часа было отведено правильно на шопинг но уж так и быть оставшиеся два часа мы устроим вам экскурсию причем сначала шопинг потом экскурсия на вопрос куда можно сходить и что можно посмотреть кроме шопинга был получен ответ что за углом есть археологический музей а там чуть подальше есть церквушка но как до нее добраться она нам рассказать не может и не слова о том что есть старый город где действительно есть на что посмотреть что не так далеко расположен достаточно красивый парк все это мы конечно посетили но бегом толком не успев ничего рассмотреть наверное не стоит говорить что следующее экскурсия трапами марсала прошла под девизом шоппинга окончание отзыва вы найдете по ссылке в описании под этим видео в описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель в нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели пожалуйста обращайтесь всегда рады вам помочь в описании к этому видео